Смотреть ящик – привычка нескольких поколений. Время ящиков прошло, а на смену пришли панели. Но привычка-то осталась. Как выбрать телевизор? Давайте разберемся. Прежде чем смотреть технические параметры телевизора, нужно определиться с размером. Телевизор не только должен вписываться в интерьер, от его размеров зависит и цена. В онлайн-гипермаркете 21-й век.бай можно найти телевизоры от 18 до 88 дюймов. 88 дюймов – это, между прочим, больше 2 метров. Выбирая размер телевизора, не забывайте, что для комфортного просмотра нужно находиться на определенном расстоянии от экрана. Если это будут маленькие телевизоры, вы будете находиться далеко, то вам будет очень сложно рассмотреть изображение. Если же это будет большой экран, вы будете находиться достаточно близко, то для того, чтобы рассмотреть какие-то детали, вам все время придется ворочать головой либо глазами. Также для многих будет важна толщина панели. Согласитесь, есть разница между 3 и 11 сантиметрами. Более плоские панели удобно вешать на стену, а более толстые удобно ставить на комод либо на специальные выдвижные держатели. Есть несколько типов дисплеев, которые распространены в современных телевизорах. Коротко о каждом из них. ELT-экраны. Представляете, они до сих пор производятся, и их можно найти в магазине. ELT-это простота и долговечность. Правда, формат HD на них невозможен, поэтому советуем присмотреться к другим типам экранов. Технология, которая дает неплохую картинку, правда, сейчас реже используется. Это плазменные дисплеи. Они очень сложны в производстве и очень дороги. ЖК-экраны, или в английском варианте LCD, что значит жидкокристаллические. Такие телевизоры появились в начале 90-х, и с тех пор их технология продвинулась далеко вперед. Современные LCD-дисплеи поддерживают технологию HD, правда, изображение на них все-таки не идеально. ЖК характеризуется более низкоконтрастной картинкой, а также менее сочными и живыми цветами по сравнению с технологиями, про которые мы расскажем чуть позже. Ну а пока остановимся на подтипах LCD-дисплеях. LCD-10 плюс фильм. Это самый дешевый вариант. Если смотреть на картинку под прямым углом, то изображение достаточно четкое и хорошее. Но если угол сместить, то изображение перестает быть смотрибельным. LCD-IPS. Более современная технология. Она отличается большей глубиной цвета, а при обзоре под большим углом картинка не теряет своих качеств. LCD-PLS. Технология альтернативная технологии IPS. Она не менее хороша, а некоторые считают, что у PLS картинка даже более насыщенная, чем у альтернативной технологии. LCD-VA. Это еще одна из разновидностей ЖК. Картинка более опрятная и имеет глубокий насыщенный черный цвет, что характеризует ее как самую совершенную ЖК-систему. LED-телевизоры оснащены светодиодной подсветкой вместо устаревшей ламповой. Светодиоды расположены либо по краям панели, либо позади кристаллов. Вариант неплохой, изображение хорошее. OLED-дисплеи – это еще одна современная технология. В них черный цвет, он бесконечно черный. Другие цвета тоже очень сочные. Правда, OLED-технология сейчас является самой дорогостоящей и не имеет явных недостатков. QLED-дисплеи являются улучшенной версией ЖК-экранов. Между слоем с жидкими кристаллами и подсветкой добавлена прослойка с квантовыми точками. Квантовые точки – это нанокристаллы, которые под воздействием светодиодов светятся определенным цветом и позволяют получить более чистые цвета. Мы поговорили о размере, теперь самое время поговорить о разрешении. Разрешение – это количество точек по горизонтали на количество точек по вертикали. Телевидение и современные технологии подарили нам три основных разрешения. Разрешение HD – это 1280 на 720 пикселей, хотя некоторые производители увеличивают его до 1366 на 768 пикселей. Full HD – разрешение 1920 на 1080 пикселей. Большинство современных передач, телесериалов, фильмов выходят именно в этом разрешении. 4К – это 3840 на 2160 пикселей. Если вы ценитель кино в ультра-четком изображении, это ваш вариант. Правда, будьте готовы к тому, что Full HD будет выглядеть на нем растянутым и размытым, словно я надел на себя майку своего пятилетнего сына. Что такое частота обновления экрана? Не многие знают, но телевизор не постоянно светит, а все время мерцает. Частота обновления современных телевизоров находится в диапазоне от 50 до 200 Гц. Естественно, чем больше, тем лучше. Однако, не каждый человеческий глаз может найти разницу между 50 и 75 Гц, а также 120 и 200 Гц. Важным дополнением в современных телевизорах являются различные интерфейсы. Например, Bluetooth-модуль понравится тем, кто любит смотреть телевизор в Bluetooth-наушниках. Модуль Wi-Fi поможет подключить вам ваш телевизор к интернету и использовать его, например, для просмотра YouTube. А интерфейс Wi-Fi Direct поможет вам подключиться напрямую к вашим гаджетам, обходя маршрутизатор. Например, для того, чтобы использовать телефон в качестве пульта управления телевизором. Также очень важным является наличие нескольких портов HDMI. Например, для того, чтобы использовать ваш телевизор в качестве дисплея компьютера. Есть ряд дополнительных фишек, которые сделают просмотр телевидения еще более комфортным. Например, технология Time Shift. Во время просмотра любимой телепередачи вы ставите ее на паузу. Запись передачи ведется уже на жесткий диск. А вы можете отойти по своим делам, вернуться к телевизору, снять с паузы и досмотреть свою любимую телепередачу. Родительский контроль. Технология, которая позволит вам установить ограничения на просмотр определенных каналов либо телепередач для детей. Телетекст предназначен для трансляции на экран телевизионной программы, новостей, прогноза погоды, анекдотов, в конце концов. Технология картинка в картинке. Вы можете одновременно просматривать два канала. Ну вот, например, вы смотрите любимый фильм и потом начинается реклама. Вы переключаете на другой канал, а реклама идет в маленьком окошке. Изогнутый экран дает немного другие впечатления от просмотра. Находясь ближе к экрану, вы можете почувствовать себя словно в кинотеатре. Предустановленные режимы. Это специальные настройки звука и изображения, которые подходят идеально в данный момент. Например, к вашему любимому фильму либо к просмотру спортивной передачи. Ну и не будем останавливаться на тех возможностях, которые есть, наверное, даже в самых дешевых телевизорах, такие как таймер сна, ТВ-тюнер встроенный, ну а также какие-нибудь игры. Ну а если у вас остались какие-то вопросы, то смело звоните или пишите в онлайн-гипермаркет21-век.бай. Наши консультанты вам помогут. Счастливого вам времяпровождения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова